Что я при жизни был в огне пламени ада. Продолжение этой болезни 10 лет. Это огонь и боль, огонь и боль. Мне отрезали все пальцы рук, ног. Живя по понятиям совсем преступного мира, какой бог ты чё? Всем привет! Мы рады видеть вас снова на нашем канале. И сегодня у нас уникальный гость Олег. Это человек с невероятной историей. И если честно, меня наполняет чувство трепета, волнения, потому что ваша история, она включает в себя абсолютно всё. Вы прошли через смерть и через проклятие, через семейные болезни, травмы, горе. И хочется спросить у вас, вы готовы к честному интервью? Да, я готов. Я готов. Тогда давайте будем начинать. Я родился в советском времени, Союзе, то есть в 1966 году. Это время такое было, что кто помнит, не помнит это советское время, её закалку, и поэтому обычная семья, ничем не приметная, и ничем не видимая. Я родился в такой семье. И сейчас, говоря о своём свидетельстве, я единственное рад тому, что я живой. Живой и исцелён. Я могу это говорить, потому что пройдя многое в своей жизни, это огонь, это тюрьму, это болезни, это страдания, это сила действия, проклятия. Я сейчас могу свидетельствовать, и кому-то моё свидетельство может принести пользу и дать ответ. Расскажите, пожалуйста, о своём детстве. То, что ты задала мне вопрос в отношении детства, то в детские годы мне единственное, вот, коснулось эпилепсия. Впоследствии потом бабушка рассказала мне ту историю, которая случилась в её жизни с первым ребёнком, старшего моего отца, брата. И то же самое случилось, такая же болезнь, как и у меня, и он не выжил, он умер. И дальше школа пошла. В школе, как обычно, первый класс окончил я хорошо, но во втором классе, конечно, пошли у меня оценки другие. Родители пытались воздействовать своим учением, как они могли, но это учение только обострило ситуацию. И от такого, как говорится, воспитания я и стал убегать ей с дому. Сначала на пару дней, потом я начал убегать на недели, а потом на месяца. И в продлении всей этой беготни, которая совершалась у меня два с половиной года, я, конечно, познакомился со своим другом, детским другом Александром, с которым, естественно, нам надо было что-то кушать, во что-то одеться. Из-за этого мы начали воровать, именно воровать. Мы не воровали участников, мы воровали государства. И воровали единство, чтобы одеться, накормиться, и какие-то мелочи, деньги иметь, чтобы могли что-то приобретать, покупать. И так она завертелась, закружилась. И не замечая того, что в процессе, не сказать главное, ведь спали-то мы в разных местах. Мы спали на чердаке, мы спали в подвалах, мы спали в канализации, когда было зимой, где теплотрасса проходила. Потому что было очень холодно, это зимы были очень холодные. Мы на кладбище спали. И самое, что было удивительно, что настолько этот азарт вошел, когда заходил я в магазин и чувствовал себя как хозяином этого магазина. Я одевал ботинки, я примерял все. То есть мне не надо было покупать, мне не надо было ожидать, чтобы меня родители это покупали. Я брал у государства все, что оно мне должно дать. У нас у обоих сложно было то, что мы забирали у государства. Олег, расскажите тогда, вот такой образ жизни, к чему он привел? Все-таки так брать у государства, насколько мы знаем, не особо полезно. Знаете, особо что-то сказать такое, что, чтобы я чувствовал какую-то вину, я не чувствовал абсолютно. Мы обоим, мы не чувствовали. Мы брали то, что нам надо, нам необходимо. Но в детском возрасте, как можно однисно сказать, что это нельзя, когда мы залезли и начали брать. И это больше нам понравилось, потому что мы хозяева конфет, мы хозяева всего, что видят наши глаза, мы хозяева этого, мы берем и радуемся этому. А правильно это, неправильно, нарушаемый закон, мы этого не знали. Мы понимали, что, конечно, за нами будут гнаться, нас будут ловить, но за два с половиной года нас не поймали никогда. Нас забавляло, забавляло то, что мы хозяева, мы заходим туда, куда мы хотим, и у нас не было преград. У нас не было преград. Он двухэтажный, трехэтажный универмаг, склад. Как мы заходили? Это уловки уже, они приходили, ну, мастерство это само, оно приходило. Я не знаю, откуда это. Из того, что мы делали, нас так это забавляло. Мы понимали, что за нами, за нами по следам ходит милиция. Но она никогда не может нас поймать. Мы могли только в одну ночь по три-четыре магазина просто выставлять. Это как погоня такая. Они за нами, мы, а мы от них. Всему, конечно, есть начало, есть конец. Много раз я попадал в детскую комнату. Конечно, меня возвращали домой. Воспитание родительское было настолько стильно, как я уже говорил, что я боялся своего отца. В те времена, ну, это Советский Союз, поэтому не было такого воспитания, как сейчас уже. Меня вызвали на комиссию. Там сидели люди, я их совсем не знаю. Сидела моя классная руководитель. Она мне заверяла единственное, что, Олег, мы будем к тебе приезжать, ты не переживай. И я подумал, ну, действительно, может, на пару месяцев там, насколько я оторвусь, а потом единственное, как обычно, потому что я был в интернате вчера спали на балке, но там я долго не задержался, потому что каждый раз я убегал, и меня там просто как знали, как гостя. И я думал, так же самое и здесь. Я должен быть на исправлении специнтернале закрытого типа. Тогда были солонцы, это 12 километров от сорок в Молдове. Но я никогда не думал, не представлял единственное, я думал, ну, на пару месяцев, ну, может, на год, но на 4 года это было много. и было очень тяжело там, потому что, как говорится, специнтернат и малолетка, это такой период дурной, что там надо было просто отстаивать себя, как пацана, как будто, чтобы ты не был, ну, такие слова в преступном мире, очень плохие, не хочу я говорить, но должен ты отстаивать. и это биться и драться каждый день. Поэтому первый год это был там самый тяжелый для меня. Именно зимы были настолько суровые, мощные, а нас одевали, ну, как можно, как в инкубаторе, в одинаковые одежды, одинаковая обувь. Если кому-то привезли родные, это хорошо, это благо, ты, значит, мог и согреться, и все. А у кого этого не было, носил те ботиночки, которые единственное, ну, настолько они холодные были. И вот, находясь вот в таком, в такой одежде, вот эти два года, 77-78 год, они врезались в мою память. Почему? Потому что в каждой неделе, это суббота, воскресенье, там закрывали все буквально корпуса, а кроме столовой и клуба. И вот на протяжении всего сутки мы должны находиться на улице. Ну, сколько можно было поиграть, покататься на конька, ну, покататься на на льду. Но все равно ты остываешь. А когда остываешь, настолько холод пробирал, и я замерзал настолько, что я отбивал своими ногами, грел ноги. И когда в столовую я приходил, нам давали там кусочек мяса, и там, где сало попадалось, я снимал, я натирал салом, потом салфаном обматывал, и это, чтобы согреть ноги. Оттуда именно и прошло у меня вот это поражение, что последствия мне дала и ампутацию, и все остальное, за что я буду потом говорить, но это был начаток. Я отморожение конечностей. Я там почувствовал, потому что даже ложась спать, я приходил в спальный корпус, я ложился с холодными ногами, я просыпался с холодными ногами, я не мог их согреть за ночь. Вы проходили, прошли через такую колонию, через такой специнтернат, и чем закончилось, вот когда вы вышли на свободу, вот эти четыре года прошли, что вы увидели в большом мире, как-то может быть пришло решение поменяться, начать жить правильно, потому что все-таки такие тяжелые вещи проходили вы, увидели всю подноготную вот этой блатной жизни. Нет, я скажу нет. Это было только начаток, начаток того, единственного дальнейшей моей жизни в преступном мире. Оттуда с малолетства, малых лет уже было внесено в меня единственное от учения, потому что мы же встречаемся, мы же общаемся, кто за воровство, кто за хулиганье, кто за что туда попал, и вот это вот учение происходило, и поэтому уже набранный экипаж, как говорится, практики, которые ты там набрался, и поэтому у меня не было остановок. Я дальше было злоблено государство, я также проделал манипуляции с универмагами, магазинами и складами, я дальше продолжал. Расскажите, мне интересно, у вас было какое-то водительство в воровстве, если вас не ловили, вы как-то профессионально это делали, может быть, вы проходили какие-то суперкурсы, научились чему-то в колонии, усовершенствовались в вопросе воровства, или какое-то водительство было? Опытность, то, что она дает, единственное, это да, но тут другое, я сам тому порой было такое у меня удивление, откуда-то все это приходит, почему? Потому что я видел даже те сценарии, те картины, явные картины, которые были мне описаны, квартира или магазин, и я видел расположение даже, как стоит диван, где шкаф, где расположенность, интерьер этой комнаты, и где даже находились драгоценности и деньги. Это было. Было даже единственное, много раз, когда я проникал, был уже внутри магазинов, и когда я слышал голос, что уходи. Так оно и было, действительно, я уходил, и я не ловился. Но как только я переступал черту, когда я слышал этот голос, уходи, и я оставался, я попадал. Это на самом деле очень удивительно, когда такое происходит. и мы с вами когда общались, вы рассказывали даже про отношение к работе, почему вы не хотели работать, что зарплата, аж целый месяц нужно ждать зарплату, а тут иди, бери, сколько хочешь. Но прийти, представь, сама Надежда, прийти, пройти такую закалку четыре года, видят, там же не один человек, там огромная масса ребят таких вот, именно босиков, таких уличных, таких ребят, которые прошли тоже очень много и по Молдове, и везде залетные были, и всему там ты научился. И по выходу единственное определение, что, но целый месяц работать, пока это будет зарплата в советское время, отдадут, а сколько она будет, маленькая, а я же привык, до этого, мы же заходили огромными суммами, если у нас было, считай мне 9 лет, а ему было 11 старше, на 2 года он был старше, так у нас было и по 3, и по 4 тысячи, по тем деньгам советского времени, это огромные деньги. И мы привыкли к таким деньгам. И когда, после этого, выходя, я думал работать целый месяц, не, не, я не шел на работу. Чем заканчивалось вот это, ваше воровство, то, что вы продолжили жить по старым понятиям. Были ли какие-то намеки, или, может быть, вы как-то просили, чтобы амнистию вам дали за те действия, которые вы совершали? Все-таки на свободе же лучше, чем в заточении находиться. Будущее в камере, перед тем, даже в КПЗ и даже на тюрьме, я готовился, я готовился, я думал такую речь, такую прекрасную, и меня учили, как эту речь, такую затронуть сердца, чтобы судьи расположены были к этому. И я был так подготовлен, думаю, ну я приеду, я выскажу это. А происходило совсем иное другое. Я вставал и просто просил, дайте мне срок на исправление. Но они мне ее давали. Насколько я знаю, в вашей истории впервые с Богом вы соприкоснулись как раз-таки, когда находились в тюрьме. Да, это время было, это уже строгий режим был. Много ты понимаешь, единственное, когда ты находишься там внутри, много доноться времени тебе. Но когда выходишь ты на свободу, это совсем другое. Когда влечет тебя и то, и другое, и это. И ты забываешь, о чем ты там думал, о чем ты там подготавливал себя, единственное, что ты выйти и забыть это. Но старое, оно манит, оно никуда не ушло. Оно было просто закрыто на время, на то время, которое тебе, с законом, тебе определили срок. И потом опять, опять, в заключении, я опять-опять мучился, опять эти мысли, опять как самоосуждение. Зачем ты, Олег, это сделал? Это надо было вообще, это надо было уйти, да пройти, и ты там в свободе был. Такие мысли посещают, и посещали каждого, кто побывал там. Совесть все-таки срабатывала, когда нужно было задуматься. И вот знаете, мне интересно, вот когда вы находились вот там в заточении, вы говорите, вы переосмысливали свою жизнь, что что-то хотелось исправить, изменить. А понятие духовности, оно присутствовало во всем этом? Вы, может быть, когда там находились, может, как-то молились, просили Бога, чтобы Он вас освободил, чтобы вам начать жизнь с чистого листа? Молиться я не умел, знал, что надо креститься. Когда бывало страшно, или что вот это, я крестился, да. Живя по понятиям совсем преступного мира, какой Бог, ты чё? Вот такое вот у вас появилось сразу дерзновение, когда вы увидели, что это логово сатаны. Но когда закончился ваш срок, вы пошли в церковь? Как ваши отношения с Богом сложились дальше? Нет. Сразу говорю, нет. Не сложились отношения. В этот период времени, как я был в заключении, у меня образовалась туберкулез, и дважды я переболел туберкулезом. Но опять же, не поблагодарив Бога, единственное, за то, что я был исцелен от этого, конечно, я благодарю его, потому что было его участие. Олег, мне интересно, у вас такая вся жизнь, насыщенная, то в одном месте в заключении, в другом месте, один срок, другой срок, третий срок. Но во всем этом негативе было ли что-то позитивное? У вас же есть семья. Расскажите нам о своей семье. Семья, конечно, образовалась. Она образовалась у меня, ну, можно сказать, в 24 года. Когда я, как раз, когда был я закрыт, в последний срок, в последний срок, при последнем сроке, я расписался там. И по выходу, конечно, я стал отцом. Это была настолько, настолько велика радость. Отцом в 29 лет. Ничего не могло меня радовать, окромя дочери, которая родилась. И я был рад этому счастью, когда она появилась. Но пришла беда. Беда та, которую никогда я не ожидал. Когда ей было 3 годика, ее сбивает машина. Произошла авария. Я потом приходил на то место, там, 10 метров тормозного пути. Это с какой скоростью шел Мерседес. Вы знаете, вот тогда-то у меня и земля из-под ног ушла. Я остановился, не знаю, какое время в такой позиции я находился. Я не знал, что мне делать. Что мне делать в такой ситуации. Хотя опытность в моей жизни была очень огромная, что в это время я начал так мучиться тем, что я начал так нуждаться в этой помощи. В помощи, единственное, вот это искание в Господе. Я начал вспоминать все свои грехи, все свои боли, которые я мог причинить, единственное, и то, что я творил. И вот это вот осуждение. Я думал, за это попала моя дочь. Она попала. Только из-за меня. Рядом была церковь. Я приходил, стоял на колени, я молился и просил, я говорю, Господи, я тогда сам ни того не знал, что я призывал суд уже на себя. Я молил и говорил, Господи, но виноват я, не она. Как она может быть маленькая в чем-то виновата, она только родилась. Я виновен, и накажи меня. И скажите, и вот на такой крик вашей души ответил ли Бог? Бог ответил. Он не молчащий. На девятые сутки она вышла с комы. Слава Богу. И ее со взрослой, как говорится, она была в лишь городке, потому что она не была способна транспортировки, чтобы ее отдавать. Потом ее перевезли в детскую реанимацию, и там она уже находилась на вытяжке. Ну и потом процесс уже пошел. Вот расскажите, вот такие обстоятельства, которые произошли в вашей жизни, сроки, травма дочери, сказалось ли это как-то на вас, на вашем здоровье? Да, я скажу да, и очень сильно. Именно не происшествие, может быть, в моей прошлой жизни, то, что я жил по тюрьмам, лазил, отморозил, конечно, и, конечно, это место может иметь место быть. Почему? Потому что это начало было моего отморожения. Но именно происшествие с дочерью нанесло мне огромный внутренний удар. И поэтому в 2000 году и меня коснулась болезнь. что конкретно произошло с вами? Со мной произошло то, что первоначально врачи, они могли определить, потому что у меня ноги начали краснеть, оба, я не мог, во-первых, согреть ноги, они холодные были. И хирург, и сосудистый хирург, они принимали вместе. И хирург, просто хирург, он определил мне, что это болезнь такая, рожа, и он определил рожу. Но когда я услышал сосудистый хирург, и он говорит, а ну покажи мне ноги свои. И я показал ему ноги, он когда посмотрел, и так посмотрел на него, говорит, а какая это рожа? И он посмотрел на меня, говорит, ты хочешь с ногами быть, чтобы у тебя ноги были? Я говорю, да. Он говорит, завтра ко мне на операцию. Я не мог понять, что это такое. Но то, что я не мог согреть ноги, я даже на котел ставил ноги, чтобы согреть, а там руку нельзя было ставить, и не мог согреть. Настолько они были холодные ноги. Я пришел на эту операцию. Эта операция, конечно, длилась 4 часа. Что они мне сделали? Они мне поменяли приток крови, то есть поставили двухстороннее шаунтирование, то есть шаунты поставили мне, и запустили приток, чтобы ноги, пошла кровь туда, тепло пошло. И оно пошло. Но на этом не остановилось. И насколько я знаю, что это была не единственная операция в вашей жизни. Сколько вообще вы за свою жизнь пережили операции? Это была первая операция, самая долгая, а на протяжении у меня было 16 операций. Мне отрезали все пальцы рук, ног, и в оконцовке еще мне отрезали, хотели вообще отрезать ногу. Это было предпоследнее в 2009 году. Мне хотели отрезать ногу, выше колена. Я наотрез и отказался. Я сказал, я умру в больнице от болей, но я ногу резать я не дам вам. И тогда один хирург, он взялся за это, и он оставил у меня ногу, оставил пятку, остальное все срезал. И благополучно прошла операция. Конечно, после этой операции я не могу этого ни передать, ни сказать. Почему? Потому что в процессе, когда я уже познал Бога, Господь меня единственное сказал, говори об этом. Потому что многие так и не понимают, что я при жизни я был в огне пламени ада. Я чувствовал этот пламень, я горел в нем. Я видел свое тело, что оно на месте, оно не плавится, но внутри я плавился. У меня плавился мозг, сердце, внутренности. Я кричал настолько, что я горю, сделайте что-нибудь. Они сделали мне укол один обезболивающий, наркотик, потом другой. Они говорят, третий мы сделаем, у тебя сердце не выдержит. Я говорю, так я умею, так оно плавится, я не могу сделать что-нибудь. И так было двое суток. И я чувствовал это пламя огня. Это невыносимо. Когда ты видишь свое тело, что оно в нормальном состоянии, но внутри ты горишь. И об этом надо говорить. Потому что многие находятся в таком же состоянии. Я знаю, что сейчас многие будут видеть это свидетельство. А то, что я прошел много операций, и у меня болезнь была облитулирующая эндотрит конечностей. И процессии трофическая и язва. Расскажите, после такого количества операций, какие были последствия? Как ваш организм он реагировал на это? Конечно, конечно были. Потому что дело в том, что когда отрезали меня, оставили пятку и отрезали пальцы, это была настолько боль, что я ходить ногами я не мог. И 11 месяцев я передвигался на пятой точке. Я пытался вставать, но тщетно я падал от того, что огонь не давал мне просто встать и боль. И поэтому единственное вот эти 11 месяцев для меня были. Я верил что я поднимусь. И в этот период у меня был друг Александр и он приходил ко мне и он проповедовал. Он говорил о церкви, он говорил об Иисусе и поддерживал меня словами, поддержкой то, что Господь тебе может помочь. И как вы отреагировали на эти слова? Сразу ли появилось желание прийти в церковь, к Богу? Потому что мне кажется, когда такой багаж в жизни, тут уже Бог это уже последняя единственная надежда. Вот какая у вас была реакция? У меня реакция была та, которую я не могу просто не сказать, что после очередной операции, не очередной, а лежа на операции в сосудистой хирургии, я зашел в кабинет заведующего и мне было интересно о болезни моей. Я задал ему вопрос, что это? Что это за болезнь? Можно от нее спастись или вылечиться? На что он повернулся, посмотрел мне в глаза, пожаловал плечами и говорит, знаешь, Олег, я тебе сочувствую. Я говорю, это все? Он говорит, да. Он говорит, сейчас на нашем уровне, он говорит, у тебя болезнь не сосудов, у тебя болезнь капилляров. И мы не можем, ну, медицина, она не подошла к такому уровню, чтобы лечить капилляры. И поэтому одного из тысячи эта болезнь берет. Вот тогда для меня было это действие проклятия. Проклятие ударило по мне. Но в разговоре нашем он говорит, но есть но, и показал на небо. И я говорю, я вас понял. После того, как он мне показал на небо, в моем действительно атеистическом разуме, который был заложен только единственным преступным миром, хаосом, бардаком, никакой духовности, и тогда действительно пришло ко мне понимание, что только Бог мне помощник. Почему отступление это сделал, когда Александр начал приходить и благовествовать мне, я вспомнил это. Я вспомнил то, что тогда в тот период, когда я был в кабинете у заведующего сосудистой хирургии, у того человека, который сделал первую операцию на сердце Придестровья. И когда я увидел, что человек, он не может мне помочь, он не может, люди не могут мне помочь, они не могли мне помочь. И тогда действительно я понял, что только Бог. И Александр, он говорил мне, он свидетельствовал, что Иисус может сделать все. И расскажите тогда про ваш первый приход в церковь. Как это происходило, что вы переживали? Приход это было единственное, это было болезненно. Десять лет продолжения этой болезни, десять лет, это огонь и боль, огонь и боль, непостижимая. Только мальшина просто на 15-20 минут могло меня отпустить, что я мог отдыхать. Было тяжело, да, Надежда. Тяжело от того, что, во-первых, ноги еще не отошли, еще боль, но жажда была очень сильная, и я на костылях. И несмотря на то, что расстояние было около двух километров, еще подняться, еще на четвертый этаж, я же этого тоже не знал, но я пошел, я пошел, и я преодолел это. Преодолел. И когда вошел я в церковь, я собирался в церковь, это неописуемая единственная та картина, которую я увидел единственные улыбающие лица, радостные лица, которые, они не молча, не подходят, они общаются, разговаривают. Для меня это было настолько приятно. И, конечно, я как сейчас помню, тамар месяц был, это, по-моему, седьмой или восьмой марта, на женский день. До сих пор помню. И помню даже действия, которые Бог потом мне это произвел и сделал. После служения, когда была проповедь, и после служения, когда был призыв на покаяние, я вышел, я покаялся и примирился тогда с Богом. И настолько внутри у меня был приход такой радости, такой теплоты и свободы, что просто описать словами это невозможно. И тогда действительно я получил полноценное исцеление. Могу даже не поверить, но полноценное. Я шел без костылей. Они мне уже не нужны были. Но как шел? Я хочу просто засвидетельствовать, что я не знаю, как у кого как рождение свыше оно происходило. У меня происходило то, что Бог дал меня по небесам идти здесь, на земле. Я шел, я наступаю, я чувствовал, я проваливаюсь. Оно столько было мягко. И я боялся идти. Я думаю, что такое, что происходит. И оно приятно мне. И в той степени я думал, что провалюсь. Так это было три дня. Я помню эти три дня, это настолько было у меня, улыбка у меня не сходила. Я был рад тому, я подбегал каждому человеку. Я говорю, вы Иисуса знаете? Нет, я хочу вам сказать о нем. Мне было без разницы, кто он, женщина. я бежал, я говорил им. Настолько мне переполняла вот эта радость. Я им говорил, я получил исцеление. Смотрите, я передавал это. Скажите, пожалуйста, как ваша жизнь изменилась с приходом в церковь? Но она изменилась, развернулась в совсем другую степь. Почему? Потому что, быв тем закоренелым атеистом, тем преступной закалкой, наученным преступным миром, и то, что Бог развернул полностью, поменял внутри у меня мышление, взгляды, и мало того, что Он еще соизволил дать мне после всего, что я натворил, Он просил мне грехи и дал мне еще служение Ему. И я благодарю, что я сейчас служу, веду домашнюю группу, и я благодарен Ему только за это. Каждый день я благодарю Ему, потому что написано в Писании, кто, кому много прощено, тот много любит, а Он меня так много простил. После рождения свыше, коренным образом все изменил во мне. Изменил настолько сильно и мощно, даже порой и я, даже внутри я даже и удивляюсь, как такое может быть, что на протяжении вот уже с 2010 года и по нынешнее время я не знаю врачей, вообще не знаю. Я ни к этому врачу не был. И это благодаря только Богу. Одна радость и благодарение Богу за то, что дал меня ответ, единственное, что с дочерью, она жива, я уже дед, внучка и внук. И это радует, это только радует. Радует, почему? Потому что Бог, он великий и прекрасен. И кто недооценивает это, это он делает очень чревато сам себе. Слава Богу. И вы, как человек, который уникальный человек, с уникальной историей, прошли через все то, что многим даже страшно представить себе в страшных снах. Мне хотелось бы, чтобы вы поделились каким-то словом, словом ободрения для тех, кто, может быть, сейчас находится в тяжелой ситуации, или для их родных и близких, которые не знают, где найти выход. Я знаю, что будет много смотреть людей, которые еще не знают Бога, которые находятся в критической ситуации такой, которой был я. И даже многие болеют, страдают этой болезнью, и они не знают выхода. Но выход есть. Он есть. Он есть, это выход, это есть Иисус. Он есть путь, есть жизнь. Из таких, которые критическая ситуация приходит и нет, они не знают выхода. Как я в свое время я не знал выход. Чтобы они приняли правильный выбор и правильное решение. Идти к Иисусу, отдать Ему сердце свое, покаяться и примириться с Богом Отцом через жертву Иисуса Христа. А ответы есть. Помолитесь, пожалуйста, за наших зрителей. Дорогой Господь, я очень благодарен Тебе за то, что Ты дал мне ту возможность свидетельствовать сегодня, свидетельствовать о своей жизни, о своих падениях, о своих неудач, о своей боли, болезни, страданиях, муках. Но Ты великий Бог, который простил, простил меня и исцелил. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты не ставишь каждого человека в той нужде, в которой он каждый день он взывает к Тебе. Он молится и просит о пощаде, о милости. Поэтому прояви свою милость к ним. Я молю Тебя и прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.